И доброго времени суток! С вами мой Фантон, он же Ичи, и на ваших экранах игра Bloody Pirate 2. Данный видеогайд будет рассматривать, прежде всего, с направленностью для новичков, такую игровую функцию, как алмазы. Их вставка, где вообще их получать, кому правильно какие ставить и тому подобное. Ну, пойдем по порядку. Итак, алмазы, где их можно вообще увидеть? У вас в инвентаре, во вкладке Герои, собственно, они будут лежать вот в таком виде, после того, как вы их получите. Алмазы, это драгоценные камни, как нетрудно догадаться, которые можно вставлять в ваше снаряжение. Здесь, во вкладке Снаряжение, собственно, есть кнопочка Вставить, и вы можете их инскрустировать в любую шмотку на вашем персонаже, в любой предмет снаряжения, здесь, в вещах. Собственно, на персонаже у нас шесть предметов одежды, соответственно, в каждую можно вставить по шесть алмазов. Шесть алмазов их стандартно, есть также еще седьмая ячейка, но для ее открытия, чтобы можно было инскрустировать, вам необходимо активировать VIP+, у которого, вот, четвертым бонусом как раз идет снаряжение, открывается седьмой слот для алмазов. Но, поверьте мне, можно и без этого вполне себе играть, хотя, конечно, эта функция также, как видите, дает довольно ощутимые бонусы, так что, если вам не жалко потратить алмазы, и они у вас есть, то это вполне себе хорошее вложение. Правда, активируется это на месяц, потом, естественно, нужно будет возобновлять, имейте это в виду. Ну и вернемся, собственно, к алмазам. Как я и сказал, их шесть видов, можно вставлять снаряжение, и, по правде говоря, можно все шесть видов спокойно вставлять любому персонажу, но, естественно, алмазов есть самих деление по уровням. Так, например, первый, второй, третий, но вы поняли. Соответственно, чем выше уровень, тем больше очков характеристик различных они дают. Как по примеру, вот здесь вот, я, в общем-то, показываю, если первого уровня алмаз защиты дает 42 единицы этой самой защиты, то на третьем один такой алмаз дает уже 168 единиц защиты, что, естественно, больше. Так вот, при этом следует обратить внимание все-таки на два вида алмазов, а именно на красные атаки и на оранжевые силы умений. Почему я заострил внимание именно на них? Все дело в том, что у персонажей наших, у героев, их навыки идут как порой от только атаки, так и только от силы умений. Но вот в данном случае у главного героя, как видите, я навожу, и справа от большой иконки в описании навыка, видите, есть перекрещенные мечи и есть снежинка. Мечи это обозначает атаку, снежинка, соответственно, силу умений. И атака берет от атаки, что логично, сила умений от силы умений. И вот на примере Джинбея, смотрите, у него автоатака идет только от атаки, то есть значение урона, которое он будет наносить, сила умений никак у Джинбея не влияет на значение урона. И то же самое касается его активного навыка. Иногда, конечно, это еще роль играет силу умений, либо так там, в зависимости от описания навыков, но это уже в пассивных умениях, но это уже конкретика и надо рассматривать персонажей. Но в основном вот эти две вещи стоит заострить внимание на этом. Так что, кому нужна атака, ставьте им атаку, но я уже повторяюсь, вы, я думаю, и так все прекрасно поняли. Вот, где же брать эти алмазы? Во-первых, есть магазин, можно за купоны приобретать, вплоть до четвертого уровня алмазы, дальше здесь уже в продаже нет. Ну и да, цена может отличаться, сразу говорю, поскольку, если у вас есть более высокий уровень VIP, приобретены также какие-нибудь дополнительные функции, которые дают вам скидки, то, естественно, цена будет отличаться для вас в более положительную сторону, будет дешевле. Но стандартно вот так. Также, ну, например, ежедневно при прохождении вызовов за этапы, которые вы уже прошли, и при первом прохождении этапа, который вы еще не проходили, вы будете получать алмазы в наградах. Ну, вот на определенных этапах уже более конкретно, как видите. Просто каждый день сброс, у вас по умолчанию один бесплатно есть, сбрасываете, перепроходите, блицом, если у вас есть VIP-1, как минимум, ну, либо вручную, и получаете эти самые алмазы. Также в событии CP9 можно получать при дропе с мобов, элитных мобов, либо боссов иногда выпадают. Также в экспедиции, вот здесь при добитии, соответственно, врагов вам может выпасть что-то. И, в общем-то, в игровых активностях, опять же, еженедельных, за повышение уровня, просто за покупку, опять же, в ивентах. В общем-то, источников алмазов, на самом деле, достаточно много. Но, что делать, если вы хотите получить более высокого уровня алмаза? У вас, естественно, их продажи нигде нет, и в ивентах, понятное дело, ждать для получения достаточно долго. Не беда, потому что у нас есть кузница, можно зайти в нее, и здесь есть вкладка синтез. В свою очередь, в синтезе. Вы берете три алмаза одного вида и одного уровня, и синтезируете в алмаз один более высокого уровня. И таким образом можно получать, как на то, догадаться, более качественные алмазы. И так, вплоть до максимального, по-моему, одиннадцатого или двенадцатого уровня. Уж простите, этот момент я пока точно до конца не знаю, но главное, что можно улучшать, получать более качественные. Более того, по-первых, также у нас в дополнительных заданиях, вот здесь можно посмотреть, есть квестовая линейка сбор алмазов. Вот в моем случае мне при изготовлении еще одного алмаза пятого уровня, награду дадут алмаз здоровья шестого уровня один. Что довольно неплохо. По-первых, эти квесты, тем более, выполняются достаточно быстро, бодренько. Так что на это стоит, на самом деле, обращать внимание, поскольку лишние бонусные алмазы, более качественные, естественно, не будут лишними. Вот, и в принципе, по большому счету, на этом все казалось бы, но нет. Здесь есть еще один момент. В магазине также есть, в общем-то, еще один вид алмазов, в который можно приобретать строк за купоны. Ну, либо, может, еще где-то в ивентах будет дополнительно уже наградами идти. Собственно, вот они. Сразу видно сходу в хитах алмазы скорости. Один такой алмаз дает 5 единиц скорости. Скорость – один из важнейших параметров в игре. Так что на него стоит обращать внимание. Но их приобретать уже, когда у вас, собственно, позволяют запасы купонов и есть некоторая целесообразность. Вы хотите эту самую скорость набирать. Стоит тогда брать. В общем-то, вот они. Строго за купоны, как минимум, самый простой способ приобретения таких алмазов. Но, да, естественно, ячеек у нас 6. Это уже седьмой вид. Поэтому только либо медальку брать. Ну, либо, опять же, как я и сказал, если у персонажа, например, вот как в случае с тем же Джинбеем, строго идет от атаки его урон. Можно у него силу умений, соответственно, забирать, ставить кому-то, кому она нужна. А у него вместо силы умений, как пример, ставить эту самую скорость. Это к вопросу о том, как распределять конкретно вот эти два вида алмазов. И плюс учитывать скорость. Именно эти алмазы. Все, вот на этом действительно все. Видео было несколько сумбурным, но вроде бы как достаточно подробным. Посему, надеюсь, вам понравилось. Ролик пригодился. Как я и сказал, он был прежде всего для новичков. Но, может быть, и опытные игроки что-то для себя почерпнули. Мало ли, засим. Все. Не забывайте лайки, комментарии. В общем-то, может быть, еще какие-то у вас есть замечания по поводу функционала алмазов. За всем все. Всех вам благ, удачи и пока-пока.